Ребята, хотите жить дольше? Просто поголодайте. Кажется, что время идет бесконечно долго. Что в сутках не 24 часа, а 240. Или это выше твоих возможностей? А потом ты скажешь, я засвеченный, и у меня... Хорошо, все нахер бросай, я не буду снимать ничего. Или тут как-нибудь уже снять? Время, драгоценное время, его нет у меня сейчас, я опаздываю. Я не могу сейчас дубли делать. Можно, я же тебе объяснил, что я сейчас плохо себя чувствую. Сегодня 13 день и 14 дней голода. Я очень раздражительный, агрессивный. Обычно я всегда очень добрый, веселый. Сейчас расрываюсь и на всех ору, в особенности на свою любимую жену. Приношу перед ней свои извинения, конечно. Вы тоже должны предупредить своих близких и друзей, если будете по этой системе слушаться под моим руководством, обязательно не делайте это самостоятельно. Что возможны такие побочные эффекты. Также очень слабо себя чувствую. Кожа трескается уже на локтях, на коленях, на пятках, на лице. Вот здесь приходится все смазывать кремом, но не очень помогает. Даже пить омега-3 не поможет, потому что вы слишком много жира теряете. Вообще массово, тотально от него избавляетесь. За 13 суток я похудел уже более чем на 12 килограмм. И это, конечно же, не только вода, это и жир, что видно по качеству. Ну и самое страшное, что все мысли теперь только о еде. На 13 день ужасно хочется есть. Ты представляешь себе сосиски, и они тебе снятся. Ну и еще и пельмени, вареники. Бесконечно могу перечислять, чтобы я сейчас съел. Вчера летел в самолете, взял два маленьких таких огурчика, солененьких там было в закусках. Было два свежих огурчика, вот свежий вообще, а томатный сок просто расставил во рту. А вот колбаса была копченая, маленький кусочек взял, вот пососал, чувствую такой отвратительный вкус. Организм очистился, и уже воспринимать хочет только вареную, печеную пищу на пару. Жареная, копченая, полуфабриката уже даже не хочется есть, можно вырвать просто. Настолько очищенный организм хочет питаться теперь нормальной едой. И вообще хочет питаться. В общем, так мучаюсь от голода, что даже стихи, посвященные еде, написал. И тому, как долгое время идет, как считаешь секундочки до конца периода, когда можно будет хоть что-нибудь, хоть овсяночку поесть. Стихи к еде. Секунда кажется мне годом, минута вечности длинней. Под лучезарным небосводом живу я, как в стране теней. О, Боже, до чего страдаю я! Все муки ада кажутся мне лаской в сравнении с пламенем голодного огня, когда я жду еду, несчастный. Ну вот, пойдешь ты. Наконец, мечта моя сбылась. Поел, и я могу вздохнуть после страданий. Ведь ты не хочешь, чтобы моя жизнь оборвалась, так не терзай меня веками ожиданий. Представляю, как я буду есть и балдею просто. Ну а еще хотелось бы сказать, что голод дает очень сильное духовное ощущение. Сейчас как раз строгий пост. Как раз так совпало, что конец моего голодания и загрузка – это будет Пасха. Как раз я смогу поесть что-нибудь вкусненькое, но немножко. Потому что я не намерен терять хорошую форму, которая с таким трудом, и так быстро я заработал с вашей помощью. Только с вашей помощью все это прошло. Еще не прошло. Еще сутки. Потому что, если бы вы не делились на своих страничках в социальных сетях, не оставляли бы ссылочки на вот этот сериал «14 килограмм за 14 дней», и я бы это не видел, вы бы не оставляли это в комментариях под каждым видео, я бы не смог проявить такую силу воли. Клянусь, не смог бы. Знаете что? Мне нравится это все. Я «14 день» хочу вообще сухое голодание сделать. Ведь я должен уже 14 килограмм жира, я же обещал. А один день сухого голодания без воды равен 3 дням голодания на воде. И может быть весь день сделаю сухое голодание, может быть сделаю 16 часов или 12 часов последних, чтобы вывести жидкость, как перед соревнованиями, как я всегда это делал. А потом загружусь, мышцы надуются, и вы увидите, что жир ушел, вес подпрыгнул, а качество и форма совершенно другие. И мы с вами все это сделали за 2 недели, хотя считается, что нужно 3 месяца, но минимум 2 месяца. Все профи так готовятся к соревнованиям. Ну а форма все лучше и лучше. Вы же сами видите, что здесь уже и талия лужа, и рельеф лучше. И еще что бы мне хотелось добавить, что нам пора позировать и сравнивать качество с предыдущими днями, особенно с первым днем начала моей сушки. Еще хотелось бы пару слов о сдутых мышцах. В каждой серии объясняю, что мышцы сдуваются, но это не означает потерю мышечных тканей. Как только вы, если вы все делаете правильно, если вы теряете только жир, если вы тренируетесь на силу, если вы применяете антикатаболические препараты, то когда вы начнете есть, все это надувается, объем возвращается, а жир не возвращается, рельеф еще улучшается, появляется венозность, вены вот эти на животе, которые появились, надуваются, на руках вены надуваются. Прям ты становишься машиной, это классно. Так что я жалею того, кто хотя бы раз это все не прошел. И знаете, к зеркалу подходишь и на месте, где был полный человек, видишь уже более рельефного человека, ты ощущаешь себя, когда глядишь в зеркало, более гармонично, более непривычное ощущение, ты не чувствуешь раздражение, когда смотришь в зеркало и видишь свой живот, а чувствуешь удовлетворение. Мне очень хочется, чтобы вы тоже это испытали. А чтобы это испытать и проводить такие экспресс-сушки за 2-3 недели, за 4, а не за 2-3-4 месяца, ну, сроки зависят от вашей формы в начале, нужен контроль специалиста. Поэтому обязательно пишите ко мне в скайп, пишите мне на почту заявки, если у вас хорошее здоровье, хорошая сила воли, но вам не хватает мотивации, не хватает учителя, тренера, выдушевителя, мотиватора. Я буду ваш супер-мотиватором. Ну что же, а теперь позирование и сравнение формы. Ноги всегда у меня хорошо всеклись, это моя гордость. Форма пресса такая, что они выпуклые, а наоборот втянутые. Кажется, что это живот. На самом деле это уже мышцы, жира нету. Надо уметь его показать, надо выпить их живот. Тогда лучше и на пресс, чем его втягиваешь. Хорошо. Ну что ж, а теперь Яндекс.Время. 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 Блин, кто же здесь? Странно все работает. Вот оно. Ближе. Еще ближе подойди. Красиво. 19 апреля. И видно, что это Яндекс.Время, да? Да. Хаш, а теперь я отхожу и взвешиваемся. Подходим к льсам. Подхожу к льсам медленно, припечаем. И становлюсь на них. Почему-то льсы не работают. Надо пыли... А, они стояли на краешке хобра. Вот. 92,3 кг. Отлично. Все. Спасибо. Спасибо. Удачи. 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 Продолжение следует...